Подвой тоньше, чем привой. Вот оно растет, но вот то, что вот снизу тонкое. Так, шансов на благополучный сход мало. Один надо отместить сразу. Вам тут же скажут, берете острый нож и через прививку проводите глубокую такую борозду, чтобы захватила прививку эту. Прям вот так вот. Я пробовал, умирает. Кто-то когда-то эту глупость сказал, что можно сделать такую длинную борозду и после этого подвой догонит привой. Вот. Это противоречие, когда вот так вот. Вот. Это противоречие, исчезнет само. Броньё проверено. Умирают. Вот. Остается... У него как бы выросло. Ну, как бы выросло. Растет. Я в прошлом году посадил, а оно сейчас... У меня как бы выросло. У меня на рябине груши-то вон выросли, а потом обломались и все. Пойдемте сюда. Договорим тут. Тогда остается еще вариант. Знаете какой? Угнетать привой. Это баровский способ. Но, допустим, если вы цените это дерево, обещаете ему, надеетесь на длинную жизнь, тогда вы что должны сделать? Вы должны половину, например, ну я не видя говорю, примерно, половину крона вот так вот взять и отрезать. Верхнюю половину и выкинуть. Будет угнетаться развитие привоя, хотя, еще раз говорю, север опасно, можно просто дерево погибнуть. Но если выживет, тогда по двое появится возможность привой догонять. Потом, оно же тоже все равно продолжает расти по двое. Пусть медленнее. Ну вот, все, больше способов нет. Вот. Угнетать, угнетать рост. А все обрезки только ранней весной. Точка. Все остальное, а? Март, апрель? Почему в марте? В марте у нас с вами снег лежит. В апрель? В апрель. Да, обычно это апрель. Ориентируйтесь по березам. Береза начинает сок давать, то есть началось сокодвижение. До сокодвижения, да? Нет, с началом сокодвижения. Но береза обычно, мы знаем, когда они плачут, это уже все-таки взрослые березы. Они немножко позже, им надо оттаять. А молодого саженца корни оттают быстрее, чем у взрослого. Значит, можно, ну, сейчас по-другому скажу. Вот когда ночью минус, днем плюс, устойчиво, уже можно отрезать. А еще лучше, когда на штеклопаты, на полстыка оттает земля. Вот это даже вернее. Ну, давайте еще что-нибудь спрашивайте. Сюда ехали, наверное, что-то хотели узнать. Вот как яблоньки и к железу отношение яблонь. Кто-то говорит, сыпят гвозди вокруг ствола. Кто-то говорит, вообще, возьмите и в ствол, значит, гвозди. Мы этого не знаем. Дело в том, что, вот посмотрите, вот этот сад, да? Конечно, я ни одного гвоздя не сыпал. Да, да. Вот. А яблони, они должны быть темно-зеленого цвета. Вот где тут ближайшие яблони? А, вот она. Вот ранетка, я хотел уничтожить. Видите, все эти ветки мощные были бензопилой спилены. А потом я остановил процесс. Последняя ранетка, ей уже скоро 40, но она последняя, и решил ее оставить. И не зря. Угощая ранетками, говорят вкусно. Но народ не избавленный. И вот, вот темно-зеленый лист. На кой черт ему этой гвозди? Ну да. А вот когда лист становится светлее, тут надо знать причину. Яблони, если взять грушу или там абрикос, у них чаще всего причина сопривания основания штамба. Он чаще всего попадает под землю, эти несколько сантиметров. Штамба оказывается под землей при посадке. Или когда косточка, рассебечка тоже под землей. Вот тогда это является причиной, когда листья начинают жухнуть. Именно это. Никакие не грибы. Это вы уже знаете мое мнение. Так пока один на всю планету. Ошибка страшная, вселенская. Никакие грибы живой ткань не едят. Вон они, повернитесь, груша. Вон она, яблоня. Вон абрикосы. Грибов нет? Нет. И быть не может. И ящи взять с вертолета, миллиард этих самых, распотрошить грибницы и засыпать все этими самыми спорами, да. Вот так вот засыпать, чтобы вообще кругом белов было, чтобы слой лежал на коже в листике. Ни один листик не помрет. Все это смоет первой дождь и все будет как было. А это одно. А вот ближе к теме, получается, вдруг яблони, они в сырости не то, что любят, но терпят. И получается, что если вдруг смотрим, неблагополучие с листьями. А мы и не калечили. Может калечить мороз, конечно, спора нет. Но когда такие подозрения, что-то желтеет. Одной из причин может быть нехватка железа. Может быть. Но для этого есть хелат железа. Есть понятие прямое опрыскивание. По листу, да? Да, прям по листу. Ну, попробовали. Живой. Ну, перебарщивать нельзя, можно листья испортить. А если строго по инструкции, там, допустим, да. Вот. Я смеюсь, когда медным купоросом опрыскивают от болезни. А болезни это все придуманы, сказки. А я говорю, ну, слава богу, хотя бы это же удобрение. Так же, как хелат железа, так же, как медный купорос, это самое, соль и меди. Такое же удобрение. Вот так вот, крутимся так, вслепую. А если вслепую, лучше не добдеть, чем перевдеть. Потому что бежишь за этим, ой, мне язык не пора себе этим называть, эти самые, фунгициды, все это, ужас какой-то. Вот. А они другого не знают, специалисты. Они вешушки смотрят, ага, давай опрыскивать. А эти опрыскивания ничего не дают, как правило. Почему? Дерево имеет причину, почему загибается. Конечно, на грани выживания Сибирь. Что тут говорить? Мороз раз, 2 июня. И все. Хорошо. А еще, тоже какие-то причины. Вот у нас раньше дерево, да, вот, зацветает, оно все, раз и зацвело. Ну, как бы, все ветки. А сейчас, последние два года, вот, одна ветка зацветет. Время пройдет, вторая зацветает. Ну, ничего не завязывается, они вот цветут потом. Вроде раз даже зацвела, и потом может отсыхать. Что за причина? Ну, это надо, врук, откреть, не надо знать, что было, что будет. Ну, это... Мы как цыганки. Мы неправильная там садилка. Да, и это тоже. Это я начал задумываться, начал искать в интернете и нашел ваш канал, начал смотреть. И думаю, о-о-о-о. И уже говорю, давай поедем, уже будем, наверное, мы все менять. Все выдергивать, и будем садить нормальное, что-то. Время не будем тратить. Что же, все, давайте я сделаю широкий жест. Ну, начинайте всерьез. Вон они, сыновья манжурцев. Собирайте. Вот сейчас соберите от жадности, вот просто. Или от бережливости, скажем так. Ну, даром даю. Не буду. Они у меня, знаете, по 300 рубля костиков. Со скидкой 25. Вот. А я вам дарю, ну, с таким условием, что в этой же осени вы посадили. Надо изучить, как я его честно... Ну, ой, в осень раскопали грядку, посадили, забыли. Ох ты, закопать и все, да? Закопать, но так мелко. Ну, чуть-чуть присыпать, да? Да, чуть-чуть присыпать. И взять количество. Что взойдет, оно всегда у вас потом будет. Я у меня начинал. 1500 костиков посадил, 107 зашло. Откуда пошли сады тут? А почему не все 1500 зашли? А садил на расстоянии друг от друга. Как же так? А в чем разница? А у них, кажется, свой характер есть. Вот так вот. Борьба за выживание. Да. Так, собирать. Это приказ. Извините. Нет, нет, нормально, нормально. Я, может, заигрался? Нет, мы понимаем все. Все нормально. Но если бы вы сказали сейчас, что мы собирать не будем, я бы сейчас отключил этот и ушел. Будем собирать. Все. Давайте, Тара. Я выращивала жимолость с косточек, но растет у нас. Вот, все, вот. С ней я дружу теперь. Так, берите вон этот. И пакетик. Пакетик. Это вот эти, да? Да, да. Не смотрите, что они просенькие. Да, нет, нет. Вы сказали сладкие? Я в язык не тянул. Сказали, да. Сказали. Теперь собирайте. Посадим. Ага. Рябина плодоносит уток. Вдруг стало море. Я боюсь, что утки рванули в миграцию. Вот этот суперурожай мне не нравится. В том плане, что не предвестник лета будущих страшных событий. Какой-то непогоды, что ли, да? Да вы смотрите, что в всем мире творится. Ну да. Там засуха. Или засуха, или потоп. А у нас вот такого лета я не помню вообще. Вот, чтобы у нас так было. Лето не было. Не видели мы лето. Представляете? Вы собираете манжурцы, да? Ну, один из сыновей манжурцы. Это я по ходу. Вы собираетесь, собираетесь. Это я не вам говорю, а тем-то слышит будет кино. Ну, в Красноярск привезли огромную партию Молдавских Савельцев. Вы в курсе? Нет. Так и не знаете? Нет. Два года назад. Да, может быть. Значит, канал назывался «Флора». Дал объявление. Открываем, блядь, там и фотография. Вот с этого манжурца, вот с того, что вот, гиганта. Ну, фотография крупный план. Там это, десяток плодов. Абрикос манжурский написано. Там не написано, железо не написано. Вот. Абрикос манжурский. Значит, в двух случаях было 800 рублей саженец. Заметьте, не привитые. А в другом случае 300. Один канал я запомнил «Флора» назывался, второй не помню. И на обоих моя фотография. То есть от меня вреда больше, чем пользы. Ну, это уже пиар какой-то вообще. Привезли огромную партию, но я не могу не знать этого. Да, конечно. У меня с Красноярском связи какие, догадывайте. Выставили как? Нет, меня не выставили. Никто же не знает, что это мое. Они просто воспользовались. Воспользовались. Да, фотографию слямлили с моего сайта. Да, да. Ой, не ходите туда, вы давите эти. Я вот так. Вот бывает. Там укоренение идет. Да, да, да. Ладно, должны будете. Давайте. Ладно, ладно. Ладно. Что, спасибо, Валикос. Рады были познакомиться. Конечно. Ну, еще другим осталось. Так, ну что. Вот это я взял на семена. Так, вы набрали? Набрали. Все, пойдем. Провожу вас. На крупные сливы вы опоздали. Последнюю попробовали. А вы продаете вот эту вишню? Вот такие прививаете, да? Какой, какой, какой? Вот у вас, украинская прививка. Нет, вот что интересно, что на это не хватило пороху. И таких вишен ни у кого больше нету. Есть надежда, что из косточки такое получится. Из косточки. Вот вы попробовали, да? Вот. А эти косточки гибридные. Вот на одном же дереве. И вишни и черешни. А они обе свели. Они должны были опылить друг друга. Так. Ну вот. Все. Я с вами прощаюсь, уважаемые красноярцы. До свидания. Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Приедем еще. До свидания. Нам все понравилось. Продолжение следует...